О главных событиях города и региона расскажем прямо сейчас. Здравствуйте, в эфире новости Тольятти, в студии Наталья Лопатина. Смотрите сегодня. Они ждали своих квартир годами, но теперь это осталось в прошлом. В Тольятти активно решается проблема с долгостроями. Губернатор Дмитрий Азаров пообщался со многими обманутыми дольщиками. В минувшем году мы многое сделали для решения этой проблемы. Заболеваний все больше. В Самарской области за последнее время автомобили скорой помощи выезжали к больным ковидом почти 2500 раз. Как справляются врачи? Мы пообщались с медиками. Сейчас, вероятно, синфицированная резко возрастает. Ремонт сельских домов культуры, школ искусств и библиотек. Открыты виртуальные концертные залы. Все это сделано в прошлом году. В этом 2022-м такая работа продолжится. Самарская область – один из ведущих регионов в стране по реализации национального проекта «Культура». О том, как развивается культурный сектор региона, подробно рассказал губернатор Дмитрий Азаров на встрече с министром культуры России Ольгой Любимовой. Отработала. Хочу коллег поблагодарить за самые тесные взаимодействия. Тем более, это непростое время для учреждений культуры региональных. Оно, понятно, для всех непростое. Но знаю, какие беспрецедентные меры поддержки вами были определены для федеральных учреждений культуры. Мы коллегам тоже об этом опыте рассказывали. И многие регионы протранслировали его в той или иной части мере на региональный муниципальный уровень. Мы тоже такие решения принимали в течение года, например, в Самарской области. И в конце года приняли дополнительные субсидии, предоставили и на зарплату, и на оплату коммунальных услуг. Год обещает быть насыщенным. Это и открытие первого в России филиала Третьяковки, и Большая студенческая весна. Фестиваль авторской музыки «Самфест». И самое главное, ровно 80 лет первому исполнению седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича. В празднике примет участие труппа Большого театра. Этому содействовала министр культуры Ольга Любимова. Немало внимания будет уделено и культурному наследию народов России. Нынешний год посвящен как раз этой теме. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Мы делаем акцент не только на народном творчестве, но и на объектах культурного наследия. То есть нас интересует как движимое, так и недвижимое, да, наше уникальное совершенно наследие. И в рамках этого года, конечно, тоже все мероприятия по объектам культурного наследия, я думаю, что мы с вами и со всеми вашими коллегами подчеркнуто будем отрабатывать. Проблема обманутых дольщиков должна быть решена раз и навсегда. Президент России поручил до конца 2023 года решить все вопросы по проблемным домам. И регионы уже активно работают в этом направлении. Не исключение и Самарская область. В Тольятти уже идут выплаты дольщикам, а долгострой переводится на баланс Самарского фонда защиты прав граждан, участников долевого строительства. Переводится и достраивается. Так недавно были сданы два долгостроя на Южном шоссе и улице Баныкина. О других проблемных домах и поиске решений в режиме видеоконференцсвязи с дольщиками поговорил губернатор Дмитрий Азаров. Все подробности у моего коллеги Василия Логинова. Действительно образованный в 2019 году благодаря региональному правительству Самарский фонд защиты прав граждан, участников долевого строительства, сегодня активно работает, решая вопросы по выплатам пострадавшим от застройщиков, дольщикам. А также принимает в работу недостроенные дома по области. В Тольятти фонд также тесно сотрудничает, как и региональное министерство строительства. Губернатор Дмитрий Азаров на межведомственном совещании по обманутым дольщикам в режиме ВКС сообщил о планах по решению всех вопросов с проблемными домами в области к концу 2023 года и о том, как шла работа в году прошлом. В минувшем году мы многое сделали для решения этой проблемы. Первоначально планировалось исключить из реестра проблемных объектов на 2021 год 9 многоквартирных домов. И расчетная цифра людей, которые восстановили свои права, 676 человек. Фактически по итогам 2021 года исключено из реестра 14 объектов. Свои права восстановили более тысячи семей. Сегодня в автомобильной столице проблемных домов осталось не более десятка. И по всем ним ведется уже не предварительная работа, а идут выплаты. Достраиваются дома и вручаются ключи. Например, дольщикам по южному шоссе и улице Баныкина. Здесь долгожданные квартиры получил 61 тольятинец. Эти дома из-за банкротства застройщиков оставались долгостроем более 10 лет. Когда вот нашелся у нас застройщик, это было два года назад, мы с ним заключили договор, я им передала в аренду землю. И как бы у нас все пошло. И пошло так все четко, везде отчет, все прям ровно. Я говорю, я просто в шоке была, когда как бы вот это вот все, все это видишь на мониторе своего телефона. Это сделано, это сделано, это отчет по фотографиям. Все у меня даже сохранилось. Еще один долгострой по 40 лет победы. Дом не знает окон с 2012 года. И вот сейчас 27 из 39 дольщиков свои выплаты. Благодаря работе фонда и администрации города и правительства области уже получили. По остальным домам подготавливаются пакеты документов. Например, Пожейская Виктория и Сентябрь-2. Долгожданный и такой известный объект Сентябрь-2 в Комсомольском районе на улице Коммунистической. Там тоже сейчас подготовится проектная документация. В ближайшее время перейдут документы в экспертизу и объект начнет достраиваться. Ранее на аппаратном совещании в администрации стало известно, что сдвинулось с мертвой точки дело дома с одним этажом на пересечении улиц Фрунзе и Нового Проезда. А на состоявшейся видеоконференции представители областного минстроя, в свою очередь, подтвердили, что подобные решения в пользу обманутых дольщиков принимались повсеместно по всей губернии в течение всего прошлого года. И это результат слаженной работы власти и граждан. Планы на этот год, кстати, не менее амбициозные. Принято решение о восстановлении прав 1308 пострадавших граждан по 15 проблемным объектам Самарской области. Конечно, нам необходимо здесь также во взаимодействии с коллегами обеспечить нормативные установленные сроки решения этих задач по всем 15 объектам. В этом году в работе межведомственной областной комиссии и всех причастных структур более десятка объектов. И по ним будут приниматься решения либо о продолжении строительства, либо о выплатах. Сейчас, например, от Тольятти в работе дом номер 59 по улице автостроителей. Здесь свои выплаты получил 121 человек. А само здание отдано в фонд для достройки. Губернатор же в ходе видеоконференции сообщил, что область будет и дальше активно решать все вопросы с оставшимися дольщиками. Но от Тольятти твердо намерен в этом году вывести из категории проблемных большую часть оставшихся в списке домов. Согласно поручению президента России на территории нашей страны до 2024 года не должно остаться ни одного проблемного дома. И судя по тому, как сегодня взялось за работу региональное правительство, Самарский фонд дольщиков и администрация Тольятти, это поручение невыполненным остаться просто не может. Василий Логинов, Владимир Никитин. Новости Тольятти. Заболевших все больше. Болеют как взрослые, так и дети. В Самарской области за последнее время автомобили скорой помощи выезжали к больным ковидом почти 2500 раз. Вызовов меньше не становится. Как справляются врачи? Иега Речман отправилась на станцию скорой помощи. Новенький «Лады Ларгус» готова к выезду. Три месяца назад по поручению губернатора Самарской области Дмитрия Азарова на станциях скорой помощи крупнейших городов области появились спецбригады. Их задачей стала медицинская эвакуация амбулаторных пациентов с ковидом в больницы на обследование и при необходимости на госпитализацию. На чем доставлять не вопрос. Глава региона передал станциям скорой помощи Самары, Тольятти и Сызрани 30 новых автомобилей. Это помощь пациентам, чтобы их обезопасить от возможного инфицирования. Тем более, что сейчас вероятность инфицирования резко возрастает. Хоть и омикрон отличается таким относительно легким течением, но тем не менее общее количество заболевших будет, скорее всего, большим. Как раз в это время обезопасить здоровых от больных, каким-то образом разделить их поток с нашей стороны. Ну вот наша задача. Опасность инфицирования здоровых возникает, если заболевшие отправляются на медобследование на общественном транспорте. Чтобы этого не допустить, и сформировали спецбригады на базе станции скорой помощи. Вызывают их пациентов в поликлинику или на дом. Автомобиль оснащен всей необходимой аппаратурой. Хоть и бригада занимается непосредственно перевозкой, но если вдруг в процессе транспортировки пациенту становится хуже, он становится нестабильным, все медикаменты и аппаратуры есть для оказания полноценной медицинской помощи. В ближайшее время работа службы станет только востребованием. Десять таких модифицированных новых автомобилей «Лада Ларгу» служат на станции скорой помощи «Тольятти» с прошлой недели. Ежедневно они перевозят пациентов, заболевших коронавирусом, на компьютерную томографию и при необходимости на госпитализацию. За рулем опытные водители. Спросим, как они работают. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Моя фамилия Климов Игорь Николаевич. Игорь Николаевич, скажите, сколько выездов в день совершаете? Ну, зависимо. Машина намного оперативнее стала ездить, чем большие машины, чем «Газели», «Мяксты», «Форды». Быстрее, мобильнее, удобнее. По 12, по 7, по 8, по 9 вызовов. Каждый день по-разному. Чувствуется уже, что приходит новая волна коронавируса и с каждым днем вызовов больше становится? Да, вызовов увеличится. Все автомобили, задействованные в перевозке, ковид-пациентов тщательно обрабатывают. Обработка – это самое важное здесь, потому что эти пациенты действительно с особо опасной инфекцией. Поэтому на это самое главное внимание, на обработку. То есть у нас проходит текущая дезинфекция, то есть обрабатывается после каждого пациентами. Самарский регион первым в России пробует модель помощи ковид-пациентов с организацией специальных неотложных бригад на скорой. Но уже сейчас ясно, что 10 новых ларгусов для медиков в Тольятти станут хорошим подспорьем. Машины снизят нагрузку на скорую помощь и безопасно доставят пациентов на томографию или в стационар. А в итоге, надеются власти региона, повысят эффективность борьбы с ковид-19. Игорь Ечиманов, Владимир Никитин, Новости Тольятти. Эпидемиологическая обстановка в области продолжает быть напряженной. Количество заболевших вирусом ковид-19 с каждым днем становится все больше. Чтобы обезопасить себя от сложного течения и тяжелых последствий заболевания, необходимо привиться. Тем более, что сделать это можно в любое удобное время. В Самарской области работают круглосуточные и мобильные пункты вакцинации. А пожилые люди могут обратиться в поликлинику и вызвать мобильную бригаду на дом. О том, кто на своем опыте убедился, как необходима вакцинация, смотрите далее. Жизнелюбие Надежды Костяковой можно позавидовать. В свои 65 лет она активно занимается творчеством, участвует в конкурсах и просто радуется каждому дню. Надежда Ивановна уже дважды прошла вакцинацию. Привиться пенсионерка решила, не раздумывая. По ее словам, вакцина от коронавируса стала главным способом не только защитить себя и своих близких, но и позаботиться об окружающих. Никаких чувств не было. Я такой человек думаю, а как же я на поезде поеду к внучатам? У меня самое первое было в голове вот это. И я прошла эту вакцинацию. Никаких признаков, никаких ощущений, ничего. Я как была, так и была. Вроде вторую прививку сделала, пришла домой и говорю, Володя, я так спать хочу. Он говорит, да это, просто ты хочешь спать. И все. То есть, никакой-то там побочный эффект? Никаких побочных эффектов у меня не было. Восстановиться после инсульта и поддерживать свое здоровье Надежда Ивановна помогает ее жажда к жизни. Утром в рукодельниче, два бедных рвает на стол, а каждый вечер перед сном ходит по три километра. Интересов пенсионерки хватает. Также Надежда Костякова постоянно посещает группы активного долголетия в комплексном центре социального обслуживания населения. Надежда Ивановна, она сама по себе очень человек такой светлый, отзывчивый, добрый, всем всегда помогает, активная. Да, и здесь она и соседям помогает везде, вот мы про нее слышим, пожилым людям. Ну, во всех отношениях принимает активное участие. К нам в кружке все посещают, рукоделие, вот мы поделки с ней делаем, корзины плетем, скандинавской ходьбой ходим, на тренажерах она у нас занимается, зарядкой, в компьютерный класс мы ее записали, там она тоже занимается, везде все успевает, молодец. Помимо Надежды Костяковой, этот комплекс посещают и другие пенсионеры. Ежедневно социальные работники общаются с подопечными, а их совсем немало, более 70. Чтобы не навредить пенсионерам и защитить себя, все сотрудники социальной службы также сделали прививку от коронавируса. Избежать тяжелого последствия заболевания может каждый. Для этого нужно просто прийти и сделать прививку. Елена Краснова, Новости Тольятти. И о погоде. Спонсор рубрики Салон Штор Аллегра. Компания Аллегра. Весь февраль щем шторы бесплатно. Покупайте только ткань. Новый магазин склад на автозаводском рынке. Аллегра. Уют вашего дома. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте. Это в Тольятти 24.ру. Наведите прямо сейчас камеру своего телефона на QR-код, который вы видите на своем экране. И сразу же попадете на наш сайт. Там много интересного. Если у вас есть новости, сообщайте о них в наших группах в социальных сетях. С вами была Наталья Лопатина. Всего самого доброго. Хороших новостей. И не болейте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин